Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по первым дворам улицам на автомобиле новой японской марки Datsun, представленном компанией X-Auto на Спешилово 105 в Камской долине. И начнем с телезаических кадров дня. Вот фото от Андрея Котегова. Длинношея снежная красотка в саду декабристов в сквере у разгуляйской тюрьмы. Ну а вторую фотографию прислала Надежда Быстрых. И название, собственно говоря, тут и придумывать не надо. Крокодил замерз на Сылве. В минувшую пятницу дежурный по городу заканчивал свою смену просьбой к дорожным службам разобраться со светофором на перекрестке бульвара Гагарина и студенческой. Он не работал. Место востребовано и автомобилистами, и пешеходами. Здесь много и тех, и других. Поэтому очень просим уважаемую дирекцию дорожного движения города Перми рассматривать наш сюжет как официальное обращение с просьбой светофорно-студенческой отремонтировать. Выходные починили. И поэтому сегодня обращаемся к дорожникам с искренней благодарностью за оперативную реакцию. У дома номер пять по улице Коломенской на Загаре мы задались вопросом, есть в этом дворе детская площадка или нет? Вот если смотреть на эту лесенку, то вроде как даже что-то есть. А если шаг влево, шаг вправо, то две разломанные дощечки вместо песочницы и какие-то останки металлоконструкции, выглядывающие из сугробов. Вроде как и нету. Вот такой, понимаете ли, парадокс. Урна рядом с киоском вещь удобная, но если ее нет, в дело вступает находчивый российский ум. Вот, пожалуйста, креативненько. Пластиковая корзинка на веревочку привязанная. И ветром не унесет, и злодея не утащит, и мусор есть куда выбросить. Кадр дня от дежурного по городу. Неделя началась в среду, и тем не менее это не повод не подводить итоги конкурса на лучшую новость. Итак, победителем у нас становится Мария Якишева. Именно она прислала призанятную фотографию стульчика, припаркованного в одном из дворов на Гайве. Дорогая Мария, вот этот разноцветный и веселый пакетик от журнала «Антенна Телесемь» ваш. А внутри фирменная футболка, ручка и наборка. Набор книг, в том числе том из новой серии «Жизнь прекрасна». Это все ваше. Ну а Игорь Гиндис и Василий Дуляпинских на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Пишите и звоните, встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok